Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Сложно смотреть людям в глаза. Раньше такого не было. Разговаривать при этом нормально, легко, в целом поддерживаю беседу. Из примечательного это касается именно круга близких лиц. С простепленными людьми такого не случается из-за этого. Чувствую себя некомфортно, нет непринужденности общения. Я думаю, что с вами кажется, что я не до конца искренне, раз не могу посмотреть в глаза. Может кто-то поможет разобраться, почему так или что с этим делать. Конечно, разобраться с этим мы вам поможем только нужно с вами поговорить, нужно побеседовать с вами, задавать вопросы, преследовать ваши чувства. Тогда можно, тогда действительно можно будет вам помочь. А пока что то, что вы пишите это просто очень общая история. Может быть как вина, может быть как стыд, может быть как, значит, ощущение себя недостойной. Например, вот, ну, ваших близких, да, особенно если они, там, такие вот авторитарные, да, если они старше вас и так далее. Это может быть страх, опасение чего-то, да. То есть, в любом случае, вам в контакте с ними хочется убежать. А просто в том, от чего? Подумайте, вот, просто попробуйте представить, что будет, если вы продолжите смотреть им в глаза, что произойдет. Попробуйте представить себе, да, вот, что будет, если вы скажете прямо человеку о том, что мне сложно смотреть тебе в глаза. Вот, я думаю, что базовая история является то, что в контакте с этим человеком у вас появляется такое чувство. И вслед за этим, значит, начинает проявляться такая эмоция, вот, которую вы себе запрещаете проявлять с этим человеком. Вот. Потому что это, ну, например, не вписывается, допустим, в, ну, ваше общение, к примеру, да. Вот. А если вы, вот, это чувство проявите, да, то вы будете выглядеть и в его глазах, и в своих глазах не так, как вы бы этого хотели, как вы привыкли. Для этого и нужно избегать, для сохранения такого, знаете, статуса КВО получается. Ну, вот, как-то так. На этом все. Я надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Что это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова